Всем привет, мои дорогие друзья! Наконец-то я решил поговорить о серебре, потому что сегодня очень интересное событие. Курс серебра неплохо подорожал к доллару. Посмотрите, какой интересный рост. 28 баксов. И мы уже почти догоняем вот эту вот ступенечку. Надо нам ее пробить, и тогда мы пойдем уже на 29. В целом, если так посмотреть на график, то идет повышающийся тренд, так называемый. Вот еще с апреля, видите? То есть в апреле была самая низкая цена, кто помнит, в банке по 700-90 гривен. Орхистротик продавался, казалось бы, в прошлом году всего лишь был 480 гривен. Но за год, видите, как изменились цены. Но в целом, смотрите, повышающийся рост идет. То есть теоретически металл будет продолжать дорожать. Итак, вот у нас перед вами лежат инвестиционные монеты. Кстати, в этом видео обязательно переходите по ссылке на канал, подпишитесь по ссылке под этим видео. Там есть ссылка на YouTube-канал Серебромания. Очень классный канал. Значит, этот блогер показывает крутые монеты, которые новинки только появляются. Именно инвестиционные монеты. Я вам рекомендую подписаться. Почему? Потому что у него же вы можете еще и покупать себе монеты. Это тоже круто. У вас есть такая возможность. Правда, это из Чехии. Но во все страны СНГ, в принципе, вполне легко почта отправляется. Просто там вы можете купить, допустим, то, что уже у нас там, допустим, дороже стоит. Или наоборот, хотя бы у него купить то, чего нет у нас даже в продаже. То есть вот в этом и удобно. Но плюс это некие связи все-таки с другими странами. Это всегда интересно. Чем больше людей, тем больше знакомых, тем больше у вас возможности что-нибудь себе да и прикупить. Дело в том, что инвестиционные монеты набрали в этом году, помимо инвестиционной стоимости своей, то есть цена металла начала дорожать, еще и коллекционный аспект появился у данных монет. Если вы обратите внимание, допустим, лет 10 назад буквально несколько стран мира выпускали монеты инвестиционные, которые приравнивались к коллекционным. То есть это Австралия, Кукобара и Калы. Та же китайская Панда, она тоже коллекционной является, потому что каждый год разный дизайн рисунка. Британия обычная инвестиционная, она меняла, в принципе, раз там несколько лет дизайн. Канада инвестиционная, она немножко тоже старалась видоизменить свой кленовый лист. Штаты, Мексика, Австрия, Украина, Россия, они не меняют. То есть вот дизайн стабильно, ровный. И Казахстан, Снежный Барс, тоже не меняется дизайн. Соответственно, там только год меняется. Вот, поэтому такие монеты, как я назвал, где не меняются эти дизайн рисунков, эти монеты коллекционными являются только внутри в своей стране. То есть там в Штатах собирают свободы все разные года, в Мексике там либертаты все разные года, в Украине архистратига разные года. А допустим, где-то за границей достаточно одного архистратига положил себе в коллекцию, или там Георгия, тебе хватит, потому что остальные все года одинаковые. То есть монета создана для внутреннего потребителя в основном. А Австралия же делала монеты уже изначально с задором на мировой, грубо говоря, рынок. Также и другие страны. Поэтому сейчас будет короткий ролик, то, что вы можете увидеть на канале Серебромания, или же сделать на это заказ. Монета Тувалу из серии Черный Флаг, Черный Барт. 2020 года, тираж 15 тысяч штук. Монета Чин Ши из серии Черный Флаг. Страна Тувалу, тираж 15 тысяч штук. Монета Посейдон из серии Боги Олимпа. Тираж 13,5 тысяч штук, 2021 год. Монета Виктория из серии Добродетели Королевы. Остров Святой Лены, 2021 год. Лео Галилей из серии Иконы Инновации. Страна Нио, 2021 год. Тираж 10 тысяч штук. Берберская Макака. Страна Гибралтар, 2021 год. Тираж 10 тысяч штук. Джон Вейн, страна Тувалу, 2021 года. Тираж 15 тысяч штук. Кенгуру и Страус из серии Гербы Австралии, 2021 год. Тираж 50 тысяч штук. Древний Ктулху, страна Текилау, 2021 год. Тираж 10 тысяч штук. Звездные Войны, звездолет. Страна Нио, 2021 год. Тираж 100 тысяч штук. Вот, еще я вам хочу сказать теперь следующее, дорогие друзья. Инвестиционные монеты превратились в коллекционные. Потому что, во-первых, изменяются тиражи. Есть тиражи по 5 тысяч штук. Есть монеты суперкрасивые, которые просто хочется держать в руках и иметь в коллекцию. Есть монеты, которые представляют еще и культурное какое-то там наследие. То есть тот же фэншуй. Допустим, ты можешь из монет себе выложить какой-то талисман, мандалу, привлекающую финансы. Или, не знаю, просто какое-то позитивное настроение. Также вот такие подарочные свадебные варианты. Исторический вариант. То есть, допустим, гиганты ледникового периода. Там ЮАР, большая пятерка. Это вообще нашумевшая серия монет. У меня нету. Я лоханулся, не купил в свое время. Когда была возможность недорого взять классные монеты. Ну, короче, вы понимаете. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Это другое. Но сейчас я вам сразу говорю, что, дорогие друзья, у инвестиционных монет появилось самое главное. Это коллекционная составляющая, которая дает очень приличную стоимость к цене металла. То есть, допустим, этот фафнир уже стоит, то есть металл, да, там 28 долларов. Пускай изделие там, ну, 30 пускай долларов будет стоить, как изделие, да, с завода. Но в реале коллекционная стоимость у этой монеты уже превосходит стоимость металла в 3 раза, а то и в 4 раза. Так же самое и на этой монете тоже. Обычная унция, казалось бы, серебра, но она превосходит стоимости в 5 раз, а то и больше. Есть монеты, у которых стоимость вообще улетела нереально. Поэтому, дорогие друзья, какой план? Покупать надо инвестиционные монеты разных стран мира по одной, желательно, новой выходящей, хотя бы по одной. И рано или поздно одна из них у вас какая-нибудь стрельнет в цене. Вот, казалось бы, все одинаковые эти монеты, но они все абсолютно по-разному стоят. У них у всех абсолютно разная стоимость, несмотря на то, что это всего лишь одна унция серебра 999 пробы. Вот в этом и прелесть, и прикол именно инвестиционных монет. Дорогие друзья, я вам рекомендую реально заниматься именно инвестициями в инвестиционные серебряные монеты разных стран мира, а также внутренних своих. То есть, вы должны покупать, допустим, в Украине Архистратига и дополнительно какие-то монеты, которые вам по душе хотя бы понравились. Стараться смотреть по тиражу, потому что тиражи разные у всех монет. Соответственно, расширять свой портфель, не только сужать его. Расширяйте, то есть мыслите шире. Во-первых, это инвестиции, во-вторых, это коллекция, это красиво, это разные монеты. И это очень серьезное новое направление относительно, то есть, допустим, собирают ходячку, юбилейные, старинные монеты и так далее. А это инвестиционные монеты, но у них теперь появилась именно коллекционная составляющая. Это очень радует. Во-первых, прикольно иметь в коллекции, то есть в чем прелесть? Иметь в коллекции такую здоровенную, красивую монету. Инвестиционная монета, она, как правило, весит 31,1 грамм. Кроме Китая, который делает уже 30-граммовые монеты. Также они бывают 2-унцовые, 5-унцовые, 10-унцовые, килограммовые, вы понимаете, да? То есть, размер фантазии на ваш кошелек, в этом и прелесть данных монет. Плюс, даже взять унцовку, она все равно уже стандартная, идет гораздо больше всех обычных монет. То есть, взять тот же рубль, даже старый. Посмотрите, насколько больше унцовка идет, чем рубль старый. Хотя рубль стоит, может в десятки раз превосходить его стоимость, чем эти монеты. Но, тут же идея в другом. Что это здоровенный кусок серебра, который лежит у вас в коллекции. Есть специальные листы, альбомы, боксы. Как можно хранить эти монеты и радовать себе глаз такими коллекциями. Это большие, красивые кусочки серебра. На которых произведение искусства. Которое, в принципе, идет в историческую уже модель. То есть, несмотря на то, что они инкубаторские, эти монеты. Однако, смотрите. Вот, допустим, взять остров Святой Елены. Он выпускается в тубах. То есть, специальные тубы. И в этих тубах монета на монете лежит. Соответственно, какие-то бывают с ударчиками, какие-то бывают безударчиками. Чем целее монета такая, тем она дороже будет стоить со временем. То есть, если в тубе монета побитая, покоцанная, она, соответственно, будет дешевле стоить, чем идеальная. Поэтому такие монеты можно даже слабировать, получать грейд. И такие монеты будут еще дороже со временем стоят. Допустим, Фафнир, он выпускался сразу в капсуле. Тут они все инкубаторские, одинаковые. Но тут свой прикол. Тут сам дизайн офигенный и так далее. То есть, вот на каждой монете есть свой нюанс, который придает стоимость той или иной монете. Потом, в дальнейшем, в будущем. И данные монеты, поверьте мне, даже через много лет, они будут иметь свой вес коллекционный, исторический. Ну и небольшой такой будет уже зазор инвестиционного. Но в целом, инвестиция увеличивается втройне. То есть, металл, коллекционная стоимость и историческая. Три. У данных монет уже появляется три составляющих. Раньше это был просто кружок серебра. Даже на моем первом видео на канале я рассказывал, что это лажа. Это было три года назад. И три года назад как раз начали именно жестко, много разных заводов, фабрики по производству монет, начали именно выпускать, штамповать огромное количество классных инвестиционных монет, которые вот с таким зазором на будущую перспективу. Представляете, как это интересно? И поэтому, дорогие друзья, переходите по ссылке на канал Серебромания, смотрите, что там за новинки, и инвестируйте в инвестиционные серебряные монеты. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.